МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ефановская больница хорошо известна в городе Якутске и за ее пределами. Основателем и первым главным врачом больницы являлась Климовская Евгения Павловна, заслуженный врач Российской Федерации и ЕССР, отличник здравоохранения РСФСР, заслуженный ветеран СОРАН, внесшая неоценимый вклад в становление и совершенствование ведомственного здравоохранения в Республике развитии больницы. За годы деятельности медицинской организации накоплен богатый опыт организационных форм медицинского обслуживания, внедрены современные методы диагностики, лечения и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Медицинская помощь в клинике оказывается в соответствии с утвержденными стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Но теперь больница перешла в новое качество с сохранением лучших традиций прошлого. Произошло слияние в Единый Центр фундаментальной науки и прикладной медицины, тем самым заложен фундамент для формирования и развития персонифицированной медицины. Якутский научный центр коммунистинских проблем. Стационар работает на 80 коек, 30 коек неврологического профиля, 50 коек терапевтического профиля. В профиль терапии входит у нас 20 коек рематологических, 15 терапевтических, 10 кардиологического профиля и 5 эндокартического профиля. И дневной стационар – 10 коек. Туда входит неврологический профиль, кардиологический и рематологический. Также есть у нас кабинет ГИБТ, генной инженерной биологической терапии для больных рематологического профиля. Стационар оказывает специализированную специализированную стационарную помощь пациентам, отправляет первичное звено пациентам, которым нужна специализированная помощь по профилю ревматологии, в которых есть ревматологические диагнозы или сложно диагностированные болезни, которым нужно поставить диагноз и получить специализированное лечение. Также в неврологии у нас есть центр неадъективных заболеваний, туда входят различные заболевания, возможно, наследственного характера, такие как спиртно-сорминатоксия, также есть болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона входят, также пациенты, у которых снижение памяти неясного генеза, длительного характера поступает, чтобы уточнить диагноз, получить специализированное лечение. В ноябре 2020 года наша клиника отметила 40-летие своего создания и специализированную помощь с января 2021 года мы перешли в федеральный фонд и начали оказывать специализированную помощь. Извини, есть профиля, добавились профиля, это сказывается на том, что мы начинаем углубленно работать, и у нас есть приказы по маршрутизации пациентов, и работая в клинике, ведя больных, тем самым еще изучаем эти болезни. И с научной точки зрения мы ведем статистику, ведем реестр этих пациентов. По маршрутизации пациентов есть приказы, по которым пациенты нейрогидетельных заболеваний по республике Саха и Якутия поступает в наш стационар гневологического отделения с поликлиник. Работаем по программе ИГИС-СЗ, ИГИС-ОМС. По ремотологическому профилю у нас есть тоже мотивация смести ЯРКБ, по ремотологическим отделениям, у нас есть 20-й кремотологическое отделение и по ним улусы, которые к нам прикреплены, могут направлять на госпитализацию своих пациентов. Также есть ген-инженер-биологическая терапия, и пациенты, которые постоянно его получают, инициализацию проходят, могут поступать и получать эту терапию. И в дневном стационаре также. Детское впечатление, что люди в белых халатах, они особенные. Получается, они могут делать то, что простые люди не смогут делать. И поэтому я всегда верила, верю в эту профессию, и восхищаюсь людьми, которые работают в этой промежной медицине. Сегодня клиника является развивающейся научно-клинической базой интеграции медицинской науки и практического здравоохранения во имя укрепления и сохранения здоровья жителей Республики Саха-Якутия. Перед клиникой стоят серьезные цели по совершенствованию эффективности оказания высококвалифицированной медицинской помощи, внедрению новых научных достижений и технологий в клиническую практику. За время работы неврологического отделения, а это с 1 апреля 2019 года, показывает необходимость дальнейшего развития в данном направлении. Анализ нашей деятельности отделения показал актуальность проблемы диагностики и планового лечения таких заболеваний, как с нейродегенеративной патологией нервной системы. Специализированность нашего отделения заключается в том, что мы подходим с научной точки зрения, и это научный подход к каждому заболеванию. Все наши доктора являются младшими научными сотрудниками. В клинике Янце КМП глубоко изучаются такие заболевания, как дистония, болезни двигательных невронов, болезнь Паркинсона, такие заболевания нейродегенеративные, как болезнь Альцгеймера, значит, лобно-височная дегенерация, наследственные заболевания, как спиносереблярная токсия и другие заболевания. В связи с тем, что работаем со всеми центральными районными больницами Республики Саха-Якутия, а также с поликлиники города Якутска, больных пациентов с такими заболеваниями очень много. Это уже мы анализируем, а с теми годами, которые мы проработали, направляются пациенты для уточнения диагноза, а также для коррекции лечения, назначения правильного лечения. И направляются они с места жительства именно с направлением от невролога. Если в районах нет невролога, конечно, могут направлять и участковые терапевты, предварительно договорившись с нами и планово записать пациентов. У нас повышение квалификации идёт ежегодно. Участвуем на различных конференциях, конгрессах международных и нашей республиканской. Поэтому, конечно, развиваемся и в научном плане работы идут, пишутся статьи. И работаем параллельно и с пациентами, и в научном направлении. За последние годы коллектив клиники обновился. Пришли молодые перспективные специалисты. У врачей появилась возможность заниматься научной деятельностью. С 2021 года действует приказ Минздрава Республики Саха-Якутия о маршрутизации пациентов на ботулинотерапию. С выходом данного приказа в нашем стационаре, как круглосуточном, так и дневном, активно применяется ботулинотерапия. К показаниям ботулинотерапии относятся такие заболевания, как цервикальная дистония, оромандибулярная дистония, глифораспазм, торсионная дистония. Направляются пациенты после осмотра невролога по месту жительства по предварительной записи. Направлять могут неврологи как с центральных районных больниц Республики, так и с поликлиник города Якутска. К профессии врача я пришла, можно сказать, осознанно, потому что для меня есть хороший пример. У нас династия врачей в семье, так что я изначально знала, что я хочу стать врачом, а к неврологии у меня появился интерес уже в студенчестве. Для врача в первую очередь качества важны как милосердие, сочувствие. Только поняв пациента, врач может оказать как медицинскую помощь, так и душевную помощь, человеческую помощь. Одним из важных достижений клиники является открытие в 2018 году под руководством кандидата медицинских наук Давыдовой Татьяны Кимовны Центра нейродегенеративных заболеваний, единственного специализированного центра для больных с патологией экстрапирамидной системы и нейродегенеративными заболеваниями не только в Республике Саха-Якутия, но и в целом по Дальневосточному федеральному округу. В 2019 году на базе терапевтического отделения стационара открылись ревматологические койки. С 2020 года успешно функционирует кабинет генно-инженерной биологической терапии по профилю ревматология. Работаю с момента открытия здесь первых койк ревматологических. Это произошло у нас в 2019 году. У нас было в начале 8 койк ревматологических. На сегодняшний день у нас 20 койк, работают два врача-ревматолога. Потихоньку расширяемся, увеличивается объем работы. Что мы, кого мы лечим? Пациенты ревматологические, это получается пациенты с суставными заболеваниями и системными заболеваниями садительной ткани в том числе. На сегодняшний день мы оказываем специализированную медицинскую помощь всей республике. К нам поступают из Дальних Улусов и поступают из города Якутска. Мы и тогда, и сегодня работаем на базе отделения терапии. То есть у нас в терапии находятся ревматологические койки совместно с кардиологическими, эндогонологическими и койками терапии. Скажем так, у нас такая небольшая сборная солянка, которая позволяет нам оказывать многопрофильную помощь нашим пациентам. Потому что пациенты ревматологические, они всегда мультидисциплинарные. Всегда требуется им не только оказание помощи ревматолога, но и, как правило, кардиолога, терапевта, эндокринолога. Эту помощь мы оказываем и оказываем на очень высоком уровне в нашей больнице. У нас стационар терапии 50 койк, но учитывая пандемию ковида, мы заполняемся только на 60%. К сожалению, заболевания ревматологические, они хронические. То есть мы говорим о том, что мы не можем пациента вылечить полностью. Наша задача в основном – это ввести в низкую активность заболевания или в ремиссию. Есть небольшой процент пациентов, которых мы можем вылечить. Например, в ревматологии на 30 есть понятие «окно возможностей». Когда к нам приходят только на самых ранних этапах заболевания, и мы подключаем мощную базисную терапию, контролируем пациента. И у таких пациентов есть шанс выздороветь полностью. Поэтому мы всегда говорим, что необходимо пациентам обращаться своевременно при первых признаках заболевания. Но, как правило, это, конечно, бывает очень сложно, поэтому всегда должна быть тесная работа с участковыми терапевтами, с фельдшерами, которые должны на первичном звене направлять к нам на специализированное лечение. В процессе нашей работы обучение имеет огромное значение. Как все врачи, мы учимся. Есть такая фраза, что пациента мы сдаем экзамен каждый день у его постели, потому что каждый пациент очень разный. Нужен определенный подход к определенной когорте пациентов, потому что вы должны понимать, что постоянная хроническая боль, она немножко изменяет человека. Он начинает требовать в себе, может быть, повышенного внимания. И на фоне этого мы пытаемся... Всегда мы говорим про индивидуальный подход к нашим пациентам. То есть обучение – это неотъемлемая часть нашей работы. Это сертификационные циклы, это различные онлайн-лекции, конференции и так далее. Без этого никак. А как вы пришли в профессию врача? У меня мама врач. Скажем, у нас такая уже династия врачей. Она врач-невролог высшей категории, врач-невролог. И видя, как она работает, как она посвящает себя детям с детским интервьюральным параличом, конечно, это у меня уже заложилось, скажем так, в школьном возрасте. Ну и сама я склонна к естественным наукам. И, само собой, это, скажем так, был процесс естественный. Сейчас, заглядываясь назад, я думаю, что бы, наверное, выбрала бы эту профессию еще раз. Я, как организатор естественного дела, мои обязанности входят в организацию труда, рациональное использование кадров среднего звена, организационные моменты. Это входят в мои обязанности. Табельное оснащение. Должны каждая медицинская, как по стандарту медицинская помощь оказывается по стандарту, соответствующая медицинское оборудование, соответствующая медицинская мебель. И также изделие имеет назначение. Весь контроль, наличие, использование, расходование контролирую я. Организую работу младшими медицинского персонала. У нас младший медицинский персонал. Это младшие медицинские сестры по уходу. Это стационары, поскольку у нас отделения ревматологические и неврологические, где у нас лечатся пациенты малоподвижные, проблемами передвижения, проблемами принятия личной гигиены, принятия еды. И поэтому всю помощь оказывают, большую помощь, младшие медицинские сестры по уходу. Я с детства всегда хотела быть медицинским работником в плане того, что у меня... Ну, мама болела, у нее сердечная патология была, и часто вызывали врача. В то время, наверное, это были фишера, и хоть в любое время суток они приходили на помощь. Такую доброту душевную, вот такую теплоту я ощущала. Да вот даже ночью, хоть под утро, все равно вот такой, как она вот в белом халате, как в боке, все заходило. В моей памяти всегда так было. Поэтому, когда я закончила школу, сознательно шла в медицинский колледж. Закончила Томское медицинское училище. После этого по распределению проработала Республиканской больницей номер 2. Всегда я вот и даже студентов курирую, я смотрю, должны медицины идти люди сознательно, случайных людей не должно быть. Эта профессия требует именно таких качеств, которые вот поселены в такую сложную минуту для его период болезни, которые необходимы. Это доброе слово, да, терпеливое отношение, вот теплые такие слова, которые очень нужны, кроме вот медицинской помощи. Я в медицину пришла. У нас династия, у меня мама работает медиком, сестра у меня медик, мама у меня участник войны, воевала на передовой, служила, так сказать. Отец тоже участник войны. Ну вот с этих пор я как-то к медицине, так сказать, кукол лечила. В детстве же мы играли, все врачами были, медиками. Сестра у меня ушла в медицинский, и я поступила, закончила. И работала медсестрой простой. В Варите работала, в Пите работала 10 лет. И вот последние уже лет 7-8 я работаю старшей медсестрой. А до этого совмещала тоже старшей. Отделение у нас сложное, тяжелое. Больные у нас сложные поступают, с нейродегеративными заболеваниями, с атаксиями различными, с рисками падения. И вот лечим их, выхаживаем, ухаживаем за ними. У нас медсестры знают, как за ними ухаживать, за этими больными. Санитарочки у нас обученные. Больные довольные уходят от нас, прямо радуются, что попали в наше отделение. Благодарности пишут, что вот мы первый раз с такими сестрами, санитарками, благодарят нас. У нас коллектив очень дружный. У нас прямо такой коллектив подобрался. Все такие грамотные медсестры, санитарочки, с полуслова понимают. Если даже больная поступила или больной, санитарочка у нас уже прямо знает, как и что ухаживать, как подойти к нему, покормить, помыть посуду за ним, если памперсы поменять. Медсестры тоже такие грамотные, гостеприимные, можно сказать. Дружный коллектив у нас. С полуслова все понимаем друг друга. Поступила я 1 июля в очень плохом состоянии. У меня была страшная дышка, сердце, все случайно как-то вот на Сардану Романовну попало. Я была счастливая случайность. И вот меня привели в божеское состояние. Лечат, делают, таблетки дают, уколы всякие, капельницу делают. Я довольна. Я хочу отметить, что коллектив здесь очень хороший. Мне очень понравился медперсонал. Все такие шустрые, доброжелательные, приветливые, внимательные. Просто я ими очарована. А своему врачу, конечно, большая благодарность. Сардане Романовне очень внимательные, очень хороший врач. Мне кажется, и здесь все врачи очень опытные. У врачам им здоровье, терпение с нами и больше всего еще умение. Пусть они тоже будут здоровы. Мен, ревматология, тескай, полиартиритинан, леоджиан, леоджиабын. Оны бүйл симптомы хуоқ, хамсы гэргэ, лэджаммын, сүйлахтарымна хабергеа биттэрэ. Оны бобалыхаға, хүритарангкейдэн, эмтэна хатабын. Бобалыхаға, бөріхақтары, тоқ барытынан барытынан кенкейген көрін көрері биттэр. Ол күрдік, мен күртағым гастеритті ағаты. Оны түмігөр язголақ болан бейді мэ. Оны ті, біра, ямтэр бірағым, ебдеки енекалайымна дедбэмттэн, бө аспын елбэн барытын гэхагян, хасын, хатылан, өсетюхуықтэгпін. Оны түмігі өсеттің бірағым, оны түмігінш бірағым, оны түмігі қынтымғы өсеттің бірағым. Оны таққару ерігіті олар өбің. Бөріғдер барына ғақ ғамгел қынгылар түр үш үйдер. Бірақспіт, әмі өпіттах, ироматолог, Білігін әлбі әдер, ғонғар кейділерді. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...